Итак, журналистам телеканала РЕН-ТВ сегодня удалось обнаружить первые документальные подтверждения того, что населенные пункты в Донбассе не случайно попадают под артобстрелы. Это в Киеве могут говорить, что речь идет о каких-то шальных снарядах, залетевших в больницу или детский сад, а на передовой, которую в панике покидали украинские военные, мы нашли артиллерийские карты и на них в качестве целей рестораны, столовые, магазины. Из бывших окопов вооруженных сил Украины эксклюзивный репортаж нашего корреспондента Валентина Трушнина. Поле рядом с поселком Азеряновка. Еще совсем недавно здесь стояла украинская батарея, которая вела обстрел Горловке. Шесть пушек типа Рапира, несколько танков, масса бронетехники и рота пехотинцев. Их выдавали отсюда позавчера, но все это время украинской артиллерии ввела сильный огонь по своим утраченным позициям и попасть сюда мы смогли только сегодня. На всякий случай держимся поближе к траншеям. В роли экскурсоводов комбат с позывным Остап и его заместитель Макар. Вот прекрасная позиция для обстрела жилых кварталов. Что они делали? Вон, пожалуйста, смотрите, сколько гильз, сколько выстрелов было с этой позиции произведено. Вообще горловка как на ладони отсюда. Да. На позициях еще остались приготовленные к стрельбе снаряды. Артиллеристы убегали так быстро, что побросали боезапас и даже пушки не ожидали атаки. Начался обстрел поселка Озеряновка, населенного пункта данного. Артподготовка для наступления. Мы для того, чтобы не вошли сюда украинские военные, опередили их. Вошли в Озеряновку. Прямо под обстрелом? Прямо под обстрелом. И вступили в прямое боестолкновение у них на посту. Ополченцам досталось несколько единиц бронетехники. Все абсолютно целое. Завтра скажут, что Россия нам навезла кучу МТЛБ, кучу БМП, кучу танков, которые мы воюем. На самом деле это их же техника, которая отремонтируется, перекрасится и пойдет воевать против них. А вот так украинские танкисты развлекались в свободной от стрельбы по горловке время. Это машины гражданского населения. Как бы останков в машинах нет, но машины раскатаны танками. Закрасить нужны лишь белые полоски. Это знак принадлежности к ВСУ. И готические надписи на английском. Слишком уж пафосные. Я разрушу твою мечту, я разрушу твое майнд, по-моему, тело. Я разрушу... Сознание майнд? Сознание, да. Я разрушу твою душу, и тогда я возьму твою жизнь. Такое ощущение, бежали в одних трусах, как можно быстрее, куда подальше. Ничего их не интересовало, кроме спасения жизни. Настолько испугались. То есть одно дело обстреливать с дальних позиций город, мирное население, другое дело конкретно воевать. Тела погибших ополченцы убрали, но на поле все равно стоит тяжелый запах. Повсюду встречаются небольшие фрагменты тела. Страшное зрелище. Шансов не было у этого человека выжить ни малейших. Вот блиндаж разбит прямым попаданием снаряда. Из разорванных подушек вылетели перья. Вот уж на самом деле разбили в пух и прах. У нас нет такого ресурса, как у них. Мы не можем боекомплект расходовать в тупую, стрелять куда попало. Тем более стрелять по мирным кварталам. Вот результат нашей работы. А вот результат работы украинских артиллеристов. Прямое попадание в панельную хрущевку в центре Горловки. Стреляли с тех самых позиций. К счастью, мать и сын, которые здесь живут, за полчаса до этого спустились на третий этаж, к бабушке. Освободила Украина от кухни, от ванны. От всего освободила. Возможно, хрущевку разрушили из этой, теперь уже трофейной пушки. Перекаленный ствол, сколько через него выпущено боеприпасов. Это и есть та пушка МТ-12 Рапира, с которой украинские военные обстрелили город Горлов. По разрушенных блиндажах ополченцы нашли массу интересных документов. Например, журналы стрельб, рабочие блокноты командиров орудий, карты. Из документов следует, что обстрел города велся не случайно, а сознательно. Ординанты целей, да, так и записано. Это, например, там ресторан, либо столовая, либо рынок, где нет никаких ополченцев. То есть найдены карты стрельб, то бишь в них было все выверено, били они четко по городу. Документы проанализируют и отправят в штаб. Судя по всему, в распоряжении ополчения появились неопривержимые, теперь уже документальные доказательства военных преступлений украинских силовиков. Валентин Трушнин, Кирилл Бекторинский, РЕН-ТВ, Донбасс.